Гражданин Украины, житель Харьковской области. В начале сентября 2014 года мне позвонил мой знакомый Виталий Тихонов. Он находится в Москве. Я с ним ранее познакомился на одном из пророссийских митингов в городе Харькове. Он предложил мне встретиться на территории Белгородской области. Куда я и приехал для встречи с ним? Вопрос касался подработки. На встрече он рассказал мне, что в Москве есть очень влиятельные люди, близкие к Кремлю. Они платят очень хорошие деньги за расшатывание ситуации на Юго-Востоке. Поэтому он подыскивает надежных людей, которые могут разрисовать город, например, пророссийскими надписями, вывесить флаг России или Новороссии, организовать митинги. Причем для российских заказчиков не очень важна тематика митингов. То ли это будут коммунальные тарифы, низкие зарплаты, возможно, коррупция без границы. Главное предоставить российской стороне фото, видеоматериалы, отчеты недовольства жителей Юго-Востока, киевской власти. За разрисовку города пророссийскими надписями или вывешивание флага мне предложили 10 тысяч гривен. За участие в митинге 250 гривен на каждого человека. На одной из очередных встреч, которая состоялась в Москве, Виталий Тихонов предложил мне конкретную задачу. вывесить два флага Новороссии в городе Днепропетровске. И на эту акцию сказал, что выделяется 20 тысяч гривен. Со слов Тихонова, указанные мероприятия планируются и финансируются ФСБ России. И что он лично контактирует с их сотрудниками. Я согласился выполнить указанное действие, потому что мне на тот момент были очень сильно нужны деньги. Я осознаю, что все мои действия, выполненные по заданию российской стороны, в условиях фактической войны между Украиной и Россией, являются преступными и были направлены на дестабилизацию ситуации в Украине. Фактически это была подрывная деятельность против своей страны, о которой я искренне сожалею. Призываю всех не идти на поводу у подобных заказчиков. Эти деньги принесут вам только неприятности.